Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Михаила и Наталью обвиняют в присвоении квартир пожилых артистов. Гитана Леонтенко, вдова знаменитого актера Алексея Баталова, в эфире телевизионного шоу заявила, что Цивины дрожжено обманным путем завладели, не принадлежащим им имуществом. После этого в СМИ стали появляться заметки, что пара не реализовавшись на родине, отправилась за границу. Во Франции им также не удалось укрепиться, зато созрела интересная схема заработка. По ней, они, вернувшись в Россию, основали необычный промысел. Наталья, как представительница творческой профессии, была вхожа в дома многих в прошлом знаменитых, но сегодня забытых актеров. Часть из них жила достаточно бедно. Они не имели поддержки от родственников, и были рады такому вниманию. Михаил, юрист по образованию. Он прекрасно знал, каким образом можно оформить на себя имущество, чтобы ни у кого не возникало претензий. По сведениям разных изданий, дрожжено и Цивин в результате мошеннических схем завладели, почти двумя десятками квартир. Это якобы позволило им жить припеваючи и на широкую ногу. Пара некоторое время хранила молчание, но Михаил долго не выдержал. Цивин заявил, что причина грязных сплетен и обмана проста. Это месть вдовы Баталова. Они действительно были близко знакомы и знали, Гитана не хочет, чтобы дочь Баталова имела, хоть какое-то отношение к имуществу актера. О своих планах она рассказала дрожжено и манипуляциями, заставила ее подписать документы так, чтобы имуществом владела третье лицо. После смерти артиста Леонтенко отдала дочке Алексея, один миллион рублей и заявила, что больше у нее ничего не осталось. Юрист утверждает, осталось намного больше, около полумиллиона долларов. Такие провокации со стороны Гитаны, по словам Михаила, это попытки уничтожить людей, которые видели позор и не самую хорошую сторону жизни этой женщины. Попутно Цивин рассказал, что у них действительно не одна квартира, а целых четыре, но ни к каким пожилым артистам они отношения не имеют. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.